Казахстан, Карагадинская область, Абайский район, город Абай. Телефон видели? 7-705-419-45-48. Это мой зам по Казахстану. Кирилл Иван Федорович. У него уже есть ученики. Первое, поздравляю. Он уже скоро начнет заниматься. Я его, надеюсь, как это называется, надеюсь, я его каким-то образом пробудил в нем это желание. Именно садоводством, чистым садоводством заниматься. Вот он, небритый. Показываю результаты. Не то, что ля-ля-ля. Вот смотрите. Вот они персики, видите? Умеет? Есть такое выражение. Заходим, сможем. Я попросил прислать фотографию, последнюю, свежую, и назовем ее образцовую. Это также для будущих учебников. Ну и смотрите внимательно. Итак, вы знаете, что такое, что такое этот самый, этот, 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 этот самый. Торфяной горшочек. Ну, где-то одну треть это торфяной горшок. Далее, двухлитровая бутылка. И смотрите, что интересно. Здесь прекрасно видно, что корни. Ведь сколько-то времени прошло. Считанные дни. Вы видите, что это посадка этой весны. Вот, вот. Вот это. Так. И вот его усовершенствование. Он берет, втыкает двухлитровый горшок. Двухлитровый этот. Смотрите, что получается. Все на виду. Уже сейчас корнища. И, наверное, именно при таком варианте, потом, когда он избавится от этой самой, от этого, такого усовершенствованного горшка, наверное, корни вот эти будут сохранены. А теперь представь себе, что оставалось бы только одна, один этот, как он называется, один торфяной горшочек. Больше ничего. Он бы весь переплелся корнями. Но вы понимаете, что ему простор нужен корням. Простор. Вот. Поздравляю. Спасибо. Итак, ученик стал учителем. У меня таких учеников несколько. Я каждый раз говорю, ребята, ухожу. Ухожу, увольняюсь. Подпишите мое заявление. Дальше вы делаете все сами. Все умеете. А вот это, мое. И где-то еще рано уходить. Эту фотографию я сделала, когда я начал писать статьи, я не повенился. Видели мою фотографию с метровыми этими. Вы попробуйте выкопать метровый целый корень. Вот. А я выкопал. Вот один из них. Итак, персик имеет строго, строго, стержневой корень. Видите? Ему нужно специальная тара. Вот такая вот. Это есть впереди пересылка, пересылка, перевозка и перевалка. Скажем так. Вот я говорю, любуйтесь. Это тоже учеба, ребята. Екатерина Сергеевна, добрый день. Недавно начал изучение ваших подходов. Может вопрос будет не первым, но пока не встречал ответа. Вставляете? Ответа она до сих пор не встречала. Вы отрицаете обработку сада химическими препаратами. Это мне понятно. Это мне непонятно. С чего вы взяли, что я отрицаю? Я вынужден сказать следующее. Вы ходите по моему саду вместе со мной. Сад уникален. Потому что было самое мокрое, холодное лето, которое можно представить. И за все лето ни одна, ни один листик на априкосах не заболел. Ничего с ним не случилось и ни одной капли грибков. Это мировой рекорд. Этого не может быть вообще, но это случилось. А так как я есть фотографии, анекдаты, я хожу с видео под хором, по априкосам, говорю, покажите мне хоть одно пяточко. Покажите, 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 покажите. Нету. Вот. То есть я доказал, что это все имеет место быть. на какой черт я буду обрабатывать его еще весной, помните, по 6-8 раз. Им надо продать, ребята, поймите, им надо продать ядохимикаты. Каждый сайт имеет своего этого самого коммерческого составляющего. Купите, 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 купите. Для этого придумано все. Так вот, я не отрицаю. Я просто говорю, если вы будете все делать нормально, вам не придется делать химическую обработку. Я не делаю. Это не значит, а у вас все болеет, уже все, уже пляс крутило. Ну, куда деваться? Конечно, надо полить, ведь она дожрет. Вот. Вы знаете, что такое нищета? Сказать, жалко, я не могу доказать только словами. Тибирязевский сад. Вот он сад, а вдоль дорог стоят вот таких вот огромных, не в таких, как я показывал сейчас только, вот, а в огромных вот таких вот им костях саженцы, которым по 5, по 8 лет. У них приросты, а был конец имени, вот такие вот спички. И все это сожрано, буквально, там на каждом тысячи, тысячи, тысячи тлей. Тысячи. И центральный штамп тоже им покрыт, прямо аж шевелится. Вот это тихий ужас. Я думаю, ну как же так, ведь это же образцовый, он должен быть идеальный, не мой должен быть идеальный, без обработок. Вот. А именно им тебе речь, как это случилось? Да наверняка, на это химикат у них не было ни копейки. Продать их невозможно, они больные, они искалечены этими, кто и так, значит, через какое-то время просто выбросил. Это вот, как бы застал я его в самом момент упадка невероятного, вот, когда из образцового сана получается это. Это точно так же, знаешь, что такое упадок? Сказать, у меня страшные боли, в Саиногорске диагноз поставить не могли, как только не пытались. И мой опытный врач посылает меня в Новокузнецк, а там такой же этот завод, как наш. Я там свой, я инженер железов, на это, там свой, там, как называется это, клиника, ну, при заводе, при заводе, вот, значит, там мне делают УЗИ, первые приборы появились только, там мне делают УЗИ, вот такие камни в железном пузыре, вот, и там же мне говорят, а он, раз приехать на Новокузнецк, такую даль, давай-ка это, мы тебе поможем устроиться в эту самую, институт по повышению кадров медицинских, по повышению, то есть, по обучению, как там, по повышению, нет, по повышению квалификации, меня туда положили, а там нищета дикая, кровать вот так проваленной, как я мучился, вот так, вы понимаете, что, когда я ложился в кровати, ноги вот так, это так, а задница почти на полу была, это была пытка, только это, вот, заразили сальмонеллезом, пока сделали операцию, потом, без всяких этих самых, куски гнилого мяса, меня вырезали, потому что шов лопнул, сгнил шов, вот это, шов на животе, сгнил, и была такая, а меня этими ножницами, тупыми, вырезали куски гнилого мяса, вы не откручите сейчас, этот, вот это была самая нищета, понимаете, потом, полгода я на больничном пробыл, я полгода, меня через месяц выписали, вот так вот, это, стянут живот этими, для того, чтобы сам зарос, стянут был, как это называется, и повторная операция была уже, в Саиногорске, шесть месяцев, мне это нищета пошлась, шесть месяцев, я был вычернут из жизни, вот, и тогда, кстати, садоводческая тоже, и тогда, это вся нищета, которая и в садоводстве, она и сделала науку такой, какая есть, вот, то есть, крылья подрезали, и, по-моему, навсегда, нужна молодежь, а молодежь, ну, не знает она, что есть железа, что мы уже давно, это, с чего добились, теперь только распространить бы это все, вот, и вот теперь смотрите, что она пишет, мне это понятно, что я отрицаю, ничего вам не понятно, значит, есть питомник, обязательно, но, так я рассказывал, как просто, я не могу повторяться, минимальное количество яда, тот же Аллатар, до этого был каратэ, это самое, вот такой флагончик на 10 литров, прислал вовремя, когда начинается только вылет, и в этот самый, только вылет, и в этот момент только прыгнул, только верхушки, время на все полчаса, на тысячу саженцев, одна несчастная, вот такая упаковочка, на ведро развел, даже пить можно, не отравиться, вот почему она погибает, она млюхонькая, человека бы не убила, а ее убьет, и теперь дальше, важнейший вопрос, ребята, как вы относитесь, к обработке сада, биопрепаратами, они смогут наполнить почву, полезным микроорганизмом, дальше, она пишет, кажется она, а, Сергей, только начиная выращивать свой сад, как теперь мне относиться к биопрепаратами, сейчас я вам предложу, альтернативу и варианты, но мне нужно ответить, вот на этот вопрос, это ее второй вопрос, я уж тогда, чтобы не, а то я забуду, итак, смородина, поражена ржавчиной, пишет она, но если я объясняю, смородина, у нее болезни, все, от возраста, вы садите молодое дерево, вот, как правило, оно ничем не болеет, а чего ему болеть, и проходит год, два, три, наконец, она уже с этими, с ягодой, так, еще два года, и вот, когда я исполнил, 25 лет, начинается страшная, ампутационная работа, вот, чтобы вот этого не было, ведь 6, 7, 8, 9 год, копятся болезни, 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 а потом смородина мельчает, раз, она мельчает с каждым годом, и вы ничего не можете поделать, дерево стареет, оно покрывается болезнями, вы его отравляете, то, что собираетесь кушать, заметьте, у меня смородина есть, а никакой жарчины нет, и прочих болезней, вот, значит, дальше, 5 лет исполнилось, вот она, самая красивая, рясная ветка, самая толстая, одна из первых, она же постепенно появляется, это ветки год, потом еще, третий год, еще парочка, четвертый год, еще парочка, пятый год, и вот он вкус готов, и вот эта самая мощная ветка, вот целиком отрезаете, жалко не мерято, она не практически, на одной из 5-6 веток, практически, чуть ли не полурожая, она самая, а вы ее отрезаете, вместе с болезнями, и так каждый год идет, и вот ей уже 20 лет, болезни нет, предельная крупнота ягод, точка, вот это я вам советую, просто этого никто не делает, я уверен, что из тысячи знает только один, про профилактическую обрезку, вот тут уж, вот тут уж надо, вот тут уж никуда не денешься, не ловите меня за язык, вот, за то, что я так говорю, чтобы вот так непоняток не было, вот таких же, да, что я отрицаю, хотя я не отрицаю, я говорю, кустарники, это совершенно другие виды, тогда я пытаюсь еще что, а, может быть, это Сегов, или это Сегнов, вот это, или Сергеева, вот я сейчас не вспомню, но я прошу простить, главное, что не пропустить, я обещал ответить на вебинаре, тогда вы упомянули биопрепараты, да, они должны наполнить почву полезными микроорганизмами, вот, тогда я все-таки это учеба, давайте учиться, я набираю, в интернете, слово биопрепараты, читаю, это учеба, это да, мы все должны знать, еще раз, я уже смирился с тем, что нас мало, вот, но, когда-то это все должно, хотя бы на моем уровне любительском, но уже должно войти учебники, ну, скажем, для школы, я горжусь, институты там обязательно сделают главу, где из 10, каждых 10 слов, 9 будет непонятно, это ладно, а в школе, это все может в школе проходить, вот тут мой уровень, почему, я закончил школу, я лучший ученик школы, я биологию прочитывал до 1 сентября, учебник биологии, имея моральное право, делать программу, лучший сад в России, имею я право, смотрим, это препараты для защиты растений от болезней, биопрепараты, так, я только пока не могу понять, как они защитят, в основе которых споры полезных бактерий, или грибов, подавляющее развитие патогенов, насекомых речей, никогда, гриб, гриб не обидит, тут не совсем так, насекомых больше полезных, чем вредных, тоже стоит ли, клещей, да, клещей надо уничтожать, они безопасны для человека, животных, растений, кружочей среды, странно, да, странно, ладно, итак, биологическое равновесие, это я, я решил тему так обозначить, биологическое равновесие, знак вопроса, я нахожусь в одном из, в этих самых, пригородах Саваногорска, у моих знакомых, привет, Марина, ты, наверное, уже не смотришь, мои видики, когда-то мы подружились, и ты, Марина, сделала несколько фильмов, специальных для своего канала, было? Вот, и вот я, это, мы у тебя на участке, мы садим мои персики, было? что я увидел, и схватился за голову, у нее, несколько коров, у нее, огромное количество, накопилось, навоза и перегноя, что она делает, смотрите, раз, два, это, наверное, смерть посажена, вы теперь это знаете, да, вот, три, вся почва, в этом, навозе, перегноя, вся почва, посмотрите, какие она доставала, на рынке саженцы, видите, вот это, страшное, уродливое создание, называют саженцами, и обязательно, вот это все отрежут, чтобы его изуродовали, но мы это проходили, вот у нее, зацвел, абрикос, ему осталось жить, год-два, я ей показывал, у нее, он уже гниет, почему рано зацвел, ну, потому что умирать собрался, вы же знаете, связь прямая, между выражением и смертью, вот груша, груша, настолько опасна, ей вот этого соседства, ей тоже осталось немного, я и сейчас не знаю, послушалась ли она меня, и убрала ли, чертовой матери, вообще, не то, что она раскидала, вообще, это все, ей некуда девать, перегноя, она думает, что она кормит растения, здесь, стократное превышение, от всего, что надо, тогда я, значит, придумал, вот это видели, вот, скажите, ей биопрепараты нужны, вот ей нужны биопрепараты, вы представляете, человек наученный, он еще и возьмет, если она читает, она вдумчивая женщина, она не зря, приезжала ко мне в сад, снимала фильмы, она умница, но я уверен, что если она прочтет статью про биопрепараты, она еще и их купит, но вы же поняли, я отношусь в таких случаях к биопрепаратам отрицательно, допустим, возьмем мой участок, вот мой прикупленный, он небольшой, это такая панорама, кажется, ух, какой огромный, нет, 10 соток, вот мои биопрепараты, видите, перегной, 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 я бы его не ложу, но тут получилось, что купил в 15-м году, а она вот, она готова перегнать, уже завезен был хозяин, а здесь были эти, картофель сидела, вот здесь, конечно, когда картофель перерабатывает, перерабатывает, конечно, здесь недостаток, недостаток питательных веществ имеет место быть, вот, просто имеет место быть, тогда что получается, может быть, кто-то бы, не имея вот этого перегной, мне повезло, может быть, и эти биопрепараты бы помогли, например, на абсолютно скудной почве, может быть, допускаю, да, вот, ну давайте, причём, как у неё письмо звучит, смотрите, вот её письмо, или его, как вы относитесь к обработке, они могут наполнить полезными микроорганизмами, я вам сейчас объяснил, вот этому саду, биопрепараты, не то, что они нужны, а будут вредны, так, даже такому саду, они будут вредны, оставляем биопрепараты, на всякий случай, не отрицая, у меня был бы вообще один песок, я бы всё равно не пользовался ими, почему, потому что есть другие пути, по восстановлению, это же картофельное поле, значит, нарушено всё, биологическое равновесие, вот, я бы и тут бы обошёлся, вот, ну, как говорил Райкер, из принципа, а, есть ли все деньги, только если не было бы здесь, вот этих самых, вот то, что я использовал, как удобрение, причём очень аккуратно, с расчётом на будущее, вот, тут ещё, ладно бы белопрепараты, вот, а вот, смотрите, если здесь дёрн, а вот сколько этому дёрн лет, мы не знаем, а если 10, а если 20 лет, полное биологическое равновесие соблюдено 100 лет назад, видите, здесь даже вот ещё, не все деревья, даже выкопчёвные, или вырубленные, вот это значит, что много лет, а это уже, тогда что взял человек, он мой ученик, он присылает фотографии, костюм, готово, вот, пожалуйста, здесь можно садить, густо-густо, косточки, так, можно сразу деревья садить, но тут тоже густо, ведь, конечно, в счёте, посадил 50 деревьев, отнесшего через 5 лет, через 10 будет 50 плодосящих, молите Бога, чтобы половина, тогда получается, надо садить не через 5 метров, а через 2, через метр, через 3, смотря сколько у вас денег и терпения, хорошие примеры, хорошие фотографии, согласитесь, а это, ну, глаз радуется, моя школа, вот она, где, когда про эти гряды вы читали, а, вспоминайте, это новое садовоство, ребята, Продолжение следует...